Всем привет, с вами Владислав Бевзо. Сегодня давайте распакуем очки виртуальной реальности от Google. Точнее, они не от Google, а от китайцев. Стоимость полтора доллара всего-то. Получается, это не красный и синий, а вот это реально очки нормальные. То есть, туда ставится телефон. И, в общем-то, две картинки выводятся, и можно смотреть в 3D. Надо протестировать, как это. У меня желательно иметь телефон с разрешением экрана 720p. Ну, то есть, HD. Давайте я сейчас распакую. Ехали они... Да кому интересно, сколько они ехали? Кстати, оценили вроде даже в 10 центов. Ну ладно, кому это интересно. Я ещё... В этом видео не будет, как их собирать, потому что я ещё сам не знаю. Я просто расскажу о своих впечатлениях. Если они вообще будут. Итак, такой вот пакетик магниты. Всё понятно, линзы есть. Сейчас я буду... iBlue называется. Сейчас я буду разбираться, как их собирать. Так, успаковочка. В общем, что у нас в комплекте? Итак, в комплекте у нас магниты. 4 штуки. То есть, вот они тут склеены. Ещё такой же линзы. В таком пакетике. Их же желательно не заляпывать. Какая-то штука. А, это липучка для телефона, что ли? Я уже не помню. Дальше резинка. Она нам пригодится. Для бабла резинка. Такая вот штука. То есть, одна часть, вторая часть. Вот сюда будет ставиться телефон. И мой китель сюда еле влазит. Ну и... iPhone 6. Сюда, конечно, тоже еле влазит. И iPhone 6 Plus сюда вообще не влазит. Ладно. Нам не нужны iPhone. Сейчас я разберусь, как их собрать. И мы продолжим. Итак, я собрал. Ещё не тестировал. Нелегко это. Не понадобились мне магнитики. Резинка, кстати, тут, чтобы фиксировать смартфон. Но у меня он 200 грамм весит. Плюс ещё толстый. Я не знаю, как я его буду фиксировать. Я его сюда ставил. Он так прижимается. Потому что липучку изначально я приклеил вот куда надо. Но он у меня ещё место занимает. Поэтому нужно оставлять ещё место под сам смартфон. Значит, тут на термоклей. Тут тоже на термоклей. В общем, найдёте видео. Нормальных видео я не нашёл. Ну, есть такие. Но как-то собрать можно. Если разобраться, то можно собрать. Сначала я линзы начал ставить, они проваливаются. Я сделал термоклеем вот тут вот. Как бы термоклеем немножко подлил, чтобы линзы не проваливались. Вставил. И то не с первого раза. Собрал. Ну, и в общем, что-то такое получилось. И, наверное, это не 5-дюймовая версия. Там типа 5-дюймовая версия есть. И когда я ставил телефон, он уже прям в рекавери ушёл, короче. Вырубился. Потому что на кнопке это всё дело сильно давило. В общем, сейчас я попробую что-то на нём смотреть. Итак, давайте покажу, как эта штука собирается. Берём телефон. Ищем на YouTube видео. Я искал по Google Cardboard 3D. То есть вот такое вот видео находим. Сам его 720p. Поскольку у меня экран HD. Берём сами очки. Включаем видео, получается, сначала. Тут, кстати, есть для камеры ещё. Не понимаю сильно, для чего это нужно. Нужно бы так же попробовать. Ложим, смотрим, чтобы вот это вот разделение, вот эта перегородка совпадала с перегородкой на видео. Закрываем. Желательно тут ещё две липучки. Ложимся поудобнее и вот так вот смотрим. У меня качельку громкости задевает. Итак, давайте сразу расскажу о своих впечатлениях. Я им попользовался где-то минуты 3. И глаза у меня хорошо устали. То есть я напоминаю, на моём телефоне HD разрешение. Как вы понимаете, 854 на 480 сюда вообще не катит. То есть я думал, ну ещё так себе, ну поедет ещё. Но нет, 854 на 480 это вообще будет, ну никак. Вы ничего не ощутите. А при HD разрешении, ну ещё что-то, ну прикольно, да. В общем, я думаю, попробовать стоит полтора доллара. Правда, замороченная сборка. Вот я опять качельку громкости цепляю. То есть я могу вот так вот звук громче делать. А так тише. Нет, так тоже громче. Ах, как теперь тише сделать. Вот уже у меня начинают чёти краснеть и ваза уставать. В принципе, прикольно, попробовать стоит. Стоит. Но если у вас телефон 720p, а если у вас телефон меньше, ну такое разрешение меньше, чем HD, то наверное не стоит. Всё-таки, я не знаю, что вам посоветовать. Full HD, я думаю, вообще будет. И 2К, тем более, будет вообще очень хорошо тут видно. А 720p, ну вижу, да куча пикселей. Очень много пикселей. Звук у меня сам почему-то ставится большой. В общем, задевает сильно качельку громкости. И как вы видите, вот там вот так вот всё происходит. То есть на каждый глаз у вас тут разделение. И получается, в принципе, прикольно. Но очень-очень хорошо видны пиксели. То есть вот тут вот достаточно. Фотоаппарат показывает, как эти пиксели видны. Опять звук повысился. Достаточно, он показывает, как эти пиксели видны. То есть вот так вот уже они тут видны в линзах. Поскольку линзы увеличивают. И в общем, ощущения не те. Но я же говорю, попробовать стоит. Полтора бакса не так уж и много, чем покупать вот такой вот шлем. Здоровый, пластиковый. И за 20 долларов и выше. На этом всё. Получается, мне не пригодились магниты. Мне пригодились только липучки. Которые вот липучки были, чтобы вот тут вот собрать. И термоклеить. На этом всё. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И с вами был Дислав Бевза. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok